Пожалуйста, объясните, что означает хадис Пророка, где говорится, что этот мир проклят и проклято все, что в нем находится. На самом деле, такое изречение Пророка есть. Также в другом хадисе говорится «любовь к мирскому, глава всех бед». Здесь нам в первую очередь следует понимать, что само по себе богатство мирское, все, что в этом мире, оно не порицаем. А порицаемым оно именно становится в руках человека, который использует это мирское в греховном, который добывает это мирское, зарабатывает это мирское греховным путем. И который считает, что для накопления денег, мирских благ все средства хороши. Ведь в шариате есть дозволенные способы заработка, есть запретные способы заработка. Вот когда человек как бы ставит капитал, деньги выше всего, продает за эти деньги и считает, что можно купить за эти деньги такие бесценные ценности, как честь, совесть, дружба, братство, родственные отношения, порой страдают из-за денег. И тому подобные вещи, которые Аллах Всевышний поставил выше любых денег, вот тогда эти деньги становятся парицеем. И тогда эти деньги становятся причиной того, что этот человек отдаляется от милости Аллаха. Когда мы говорим про клятие Аллаха, это отдаление от милости Аллаха. А если же верующий человек, зарабатывая дозволенным путем, имеет, к примеру, дозволенный халал бизнес, то в этом ничего порицаемого нет. Если он не видит накопления этих денег самой целью, не любит эти деньги настолько, что чуть ли не поклоняется этим деньгам. Ведь среди сподвижников были вполне зажиточные люди, как Абдурахман ибн Ауф, считался богатым человеком. Были другие сподвижники богатые. Среди величайших ученых нашей умы были богатые люди, торговцы, как Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, и другие. Но эти деньги у них были на руках. У них в сердце эти деньги не были. И, как говорил пророк, в дуа у Аллаха, не делай это мирское самым большим предметом моего переживания, источником моего переживания. То есть деньги не становились для них самой большой проблемой, источником переживания. Утром, когда человек встает, для них первой мысли не были у них об этих деньгах, об этом, как заработать, что, как. Поэтому, если вот так, когда деньги у тебя на руках, а не в сердце, то эти деньги не являются порицаемыми. Если ты их зарабатываешь дозволенным путем, и при том выполняешь все обязательства перед Аллахом в этих деньгах, как закат и другие, и тратишь их на дозволенное, то не порицается верующему человеку быть богатым. Субтитры создавал DimaTorzok